Всем привет, я всё ещё продолжаю болеть, поэтому не обращайте внимания на мой гнусавый голос, если вам таким он кажется. Сегодня я хочу записать видео о своих фаворитах. Я получила довольно, ну немного, но относительно много не очень приятных слов по поводу того, что у меня в фаворитах мелькают те же продукты, что и в покупках, хотя я не вижу в этом абсолютно ничего странного, потому что в покупках я показываю просто вещи, которыми я пользовалась на 2-3 раза, и просто их показываю, да, как бы что я их купила, и такое мини-мнение. А фавориты это действительно то, что я любила и что мне понравилось из всего перечня того, что я показывала в покупках. Люди, которые только меня нашли, только подписались, могут просто посмотреть в фавориты и понять, что я любила. Ну ладно, если вам это не очень нравится, тогда давайте сделаем так. У меня получается за месяц это довольно много покупок, и я буду показывать в покупках те продукты, которыми я осталась довольна не на 100%, а в фаворитах уже то, что я обожаю, то, что я люблю, и то, что я не покажу в покупках. Давайте сделаем так. Ну и начнем, пожалуй, с того, что является фаворитом уже полгода, и я не показывала, потому что я не считаю, что нужно показывать такие вещи, как гель для душа, шампуни, ну это еще ладно уход за волосами, но гель для душа для меня кажется это довольно банально. Но этот гель для душа, мне кажется, самый экономичный, самый выгодный и самый классный, который у меня когда-либо был. Фирма Изи Спа продается в Ривгоше, стоит по золотой карте рублей, наверное, 300, это намного выгоднее, чем покупать каждый месяц шампуни, там, ой, гель для душа по 100-150 рублей, даже до 100 рублей, либо покупать каждые две недели шампуни, да что такое у меня шампуни в голове, покупать гель для душа из фикс прайса за 45 рублей. Закончился предыдущий, ему было полгода, мы купили в феврале, и он закончился в августе. Я пользуюсь гель для душа не одна, тут 500 миллилитров и хватило его на полгода, за 300 рублей это самый эффективный, по-моему, самый экономичный, точнее сказать, гель для душ. Есть помпа, что очень удобно в ванне, например, не нужно ничего выдавливать, просто нажал и всё. Огромное количество запахов, ароматов, вот этот я купила с эвкалиптом, я что-то как-то вступилась на кассе, точнее, возле стойки, да, с этими продуктами, я почему-то думала, что эвкалипт какой-то очень приятный, а он ментоловый, и я не люблю в душе ментоловые ароматы, потому что мне хочется чего-то более сладкого, согревающего. До этого, по-моему, у меня был запах винограда, и он намного приятнее, то есть какие-то пряности, шоколады и так далее в душе мне намного больше нравится, чем эвкалипт. Он освежает и бодрит, а мне хочется больше тепла, но вот просто очень классный реально гель для душа, не показывал никогда в покупках, но покажу в фаворитах обязательно. Может, поэтому я тут вякала что-то про шампунь, потому что следующий продукт это шампунь для волос против перхоти от натуры Сибирики. Я давно не показывала шампуни от натуры Сибирики, и вот это тот шампунь, к которому я возвращаюсь изрядно. Ничего не могу с собой поделать, обожаю натуру Сибирику, не могу сказать, что постоянное использование мне подходит, потому что волосы все же привыкают, и это касаемо любых шампуней, то есть не нужно пользоваться ними 2-3 месяца, я чаще всего пользуюсь разными шампунями, каждый раз разными, соответственно, не так голова привыкает. Если вы используете какой-то один шампунь, то используйте его до конца и меняйте обязательно что-то другое, и не возвращайтесь к нему, ну, месяца 2-3, чтобы волос отвык, и потом для него было это как новинка. Обожаю в этом плане натуру, хорошо промывает, подчеркивает кудри, волосы очень гладкие, шелковистые, не магнитятся, хороший шампунь, в меру пенится, для натуральных, прям супер натуральных он хорошо пенится, для СЛСовских, конечно, не очень. То есть такой, серединка на половинку, но, так, по-моему, я ем волосы. Но мне он очень нравится, поэтому все любители натуры Сибирики, думаю, меня поймут. Я вас сегодня не отпущу без средств для умывания, в общем, вот такие у меня две штуки появились для умывания лица, для лица такие спонжи, не знаю, это, наверное, не спонжи, правильно сказать, губки. Всегда так, знаете, происходит со мной, я увижу что-то у кого-то, ищу в интернете, потому что в магазинах этого нет, заказываю, а потом раз, и этот продукт появляется в фикс-прайсе. Он не был никогда там, но он появился, когда я уже заказала через Алиэкспресс. Короче говоря, я увидела такие губки у Кати Трой, это бывшая Катя Медуни-Горневская, если кто не помнил, она заново вернулась на YouTube, я ссылку оставлю внизу. Короче, я раньше была очень таким заядлым любителем ее видео, и когда она пропала, мне было очень так жалко, но она появилась, и она очень советовала вот эти вот губки тем, что они не, как это назвать, целлюлозные, как же эти спонжи, в общем, продаются, и в фикс-прайсе они есть, и в любом магазине, рублей так за 15, наверное, за 20. Такие спонжи, я думаю, вы поняли, короче, я не знаю, как они называются. Они, на самом деле, очень много бактерий впитывают в себя, и до конца не промываются, и это не очень правильно и полезно для кожи. Вот такие вещи очень удобны, потому что их и менять можно часто, они стоят дешево, и в них, на самом деле, меньше будут всяких бактерий, потому что они резиновые и промываются проще. Поэтому очень классные вещи, я думаю, увидели уже в фикс-прайсе такие. Вот эти вот пипки, которые для многих очень удобны, чтобы повешать на зеркало, для меня не являются вообще никаким показателем, потому что они у меня лежат просто в ящичке, и вот на эти штуки мне лично неудобно вешать. Но в плане умывания очень даже неплохо. Также хочу показать дезодорант, которым я пользуюсь на протяжении года, и не хочу ни на что его менять. Это дезодорант от Lush. Я его храню вот на такой маленькой подставочке стеклянной, вообще это идет как подсвечник, правильнее сказать. Но вот мне он очень нравится в этом плане, потому что дезодорант очень сильно осыпается. Выглядит он вот таким вот образом, у него синее, не знаю, дно, и раньше, вот видите, как сыпется, раньше эта синяя окантовка была по всему дезодоранту вот так, но он просто отпал, и у меня остался такой белый просто, просто что-то очень много слова просто. Остался сан-дезик. По сравнению с кристаллом, это вещь. Я кристаллом, ну я уже описывала свои впечатления о том, что он не защищает лично меня от пота, если вы мало потеете, то это для вас, для кто чуть побольше уже, тот уже пролетает с этим вариантом. Чем мне нравится Lush? Во-первых, ему год, и он стал меньше, ну вообще на немножко. У него просто была такая горка, он выглядел как мыльце. Сейчас он просто стал плоский, то есть совсем немножко использовалось. И он защищает от запаха. Он сам идет, по-моему, с лаймом, да, пахнет лаймом, и он впитывает очень хорошо все запахи, и меня лично блокирует где-то, наверное, практически на день. То есть такое активное занятие, если я учусь где-то в институте, да, или чем-то так активно занимаюсь, ну часов на 6-7 точно блокирует. Да, вы потеете, но нет запаха. Это не драй-драй, чтобы убирать вам потовыделение, но запах убирает просто на ура. Поэтому очень люблю. Он стоил, по-моему, 300 рублей я покупала, но максимум 400. И это просто супер весь, потому что потратите вы, не знаю, 8-100 рублей, а то сейчас, наверное, подороже стоят какие-то шариковые дезоранты, типа DAF и все такое, с алюминием, которые просто влияют негативно, очень негативно на ваши железы, вызывая рак груди. Поэтому отдать 400 рублей за него, не переплачивая, вообще не переплачивая, пользоваться год мне хватит, я еще не знаю, мне кажется, года на 3 мне его хватит. Я даже не хочу покупать ничего другого, потому что справляется с запахом, больше ничего не надо. Натуральный, вообще супер вещь. И последний это стик для ногтей, для кутикулы, точнее от Lady Rose. Я пробую сейчас очень много их вариантов, и, скорее всего, когда я все перепробую, я буду возвращаться к чему-то тому, что мне больше всего нравится. Вот этот очень классный стик, но он именно направлен на увлажнение кутикулы. То есть у меня, например, есть стик, который и увлажняет, и это двигает кутикулу одновременно, этот просто увлажняет, то есть им даже не пытайтесь что-то там удалить, потому что у него очень-очень мягкий носик, и когда вы надавливаете на него слегка больше, чем нужно, то он сразу загинается, раздваивается, расслаивается, поэтому лучше использовать его как масло для кутикулы, вообще не нажимая, просто увлажняя. С этим справляется на ура, очень увлажняющий, напитывает хорошо, много масла в нем содержится, безумно приятно пахнет. Я бы сказала, что пахнет персиком, хотя написано, что он с маслом жажоба и пантенолом, хотя жажобой тут как бы вообще не пахнет. Единственный минус для меня это то, что написано масло жажоба не в составе, а просто как бы перечисление его положительных качеств, скажем так, гиалуроновая кислота и бла-бла-бла, но в составе одни парабины, это очень печально, но сейчас вам зачитаю. Вода, бутилогликоль, одушка, кальция, пантенат, глюканат, магния, пантенол, глицерин, вот только полисарбат, бла-бла-бла, натрия, гиалуронат, и в общем нет ни одного компонента масла жажоба. Поэтому как бы написано странно, маркетинговый ход скорее всего, но я не скажу, что вот эти все парабины как-то сушат наоборот мою кутикулу. Очень хорошая вещь на самом деле, увлажняет, питает и ни грамма не сушит. Поэтому спасибо за то, что просмотрели, увидимся очень скоро, пока! Субтитры подогнал «Симон»!